Ну не спится мне, не спится мне, дорогие господа! В общем, решила побаловать себя на ночь глядя и снять мини-мастер-класс на тему, как сделать гипсофилу. Гипсофилу это небольшой, но очень интересный цветочек. Сделать его довольно несложно. Его можно применять в любой композиции. Он является как дополняющей такой ноткой, изюминкой в вашем букете или же в аксессуаре. Ну в общем, наслаждайтесь! Как всегда, рада вашим подпискам, лайкам, комментариям. Пишите, добавляйте, всем буду рада! Наслаждайтесь видео! Для работы нам необходимы утюг, тейп-лента зеленая, ножницы, супер-клей, несколько дыроколов. Первый я использую для изготовления лепесточков, вот этот я использую для изготовления подклейки. Если у вас такой формы нету, можно использовать только вот такую для изготовления подклейки и лепестков. Ничего страшного. Проволока диаметром 0,3 мм. Фомиаран. У меня это белый молочный, зеленый. Также лист бумаги. Далее покажу, зачем все это нужно. Приступим! Значит, сейчас я научу вас маленькой хитрости относительно того, как работать с фомиараном при использовании дыроколов. Значит, для того, чтобы изготовить лепесточки, нам понадобится полосочка фомиарана. У меня она 70 см, шириной 1,5-2 см. Можно на глаз вырезать, ничего страшного. Для подклейки можно небольшую, коротенькую полосочку, также из фомиарана. Но это зеленый цвет у меня, это просто зеленый, не оливковый, не такой травяной. Шириной также 1,5-2 см, ну, то есть под форму дырокола. А также необходимо вырезать из бумаги полосочки. Использовать мы будем их следующим образом. Сейчас я сниму крышечку и покажу, для чего это нужно. Значит, если фомиаран прокалывать без бумаги, то дырокол его рвет. Вот, и получаются вот такие вот неаккуратные рваные края. Теперь, используя бумагу, я прокалю фомиаран еще раз. И мы посмотрим, что получится. Бумагу кверху, то есть к лезвию. Помещаем аккуратненько сюда, вырезаем, смотрим, довольно ровно. Сравниваем со второй подклеечкой, она рваная. И таким образом мы сделаем заготовочки. Делать можно столько, сколько вы хотите сделать цветочков. Я сделаю их семь. Без дыроколы это делать сложно, потому что ровно вырезать такую мелкую деталь нелегко. Значит, ну, я думаю, что мне хватит. Откладываем заготовки в сторону. Теперь, что делаем с белым фомиараном? В белом фомиараном мы будем вырезать лепестки. Также берем бумагу. У меня что-то широковато получилось. Ну, ничего страшного. И берем уже другой дырокол. Снимаю крышки, чтобы было видно. Ну, вообще так даже удобнее. И подкладываем это дело с бумагой внутрь дырокола. Значит, на один цветочек примерно необходимо 8-9 таких вот заготовок. Мне необходимо их много. И вытаскиваем в любом фомиараном. итак у нас получились две могучие кучки нам нужно их обработать показываю как обрабатывать подклейку мы включаем утюг на двоечку то средний режим прикладываем подклеечку смотрим 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 чтобы она нагреваясь начала отставать ну или же уменьшаться в размере отстаёт снимаем складываем ее гармошечкой и скручиваем скручиваем выпускаем воздух хорошенько покрутили перетерли раскрываем раскрыли чуть потянули можно увидеть разницу сейчас может быть она подклейка выглядит немножко неприглядно но когда она будет в готовой работе это будет уже намного лучше так же самое подделаем мы и с лепестками берем ромашечку эту прикладываем ждем пока немножко нагреться пару секунд снимаем складываем лепестки в гармошечку и перетираем пальцами выпускаем весь воздух перетерли смотрим что получилось и расправляем немножечко серединку то же самое делаем с остальными и так наша могучая кучка готова и 1 и 2 и 3 3 это у нас проволока которую я нарезала небольшими отрезками дальше мы будем наматывать на проволоку тейп ленту но предварительно нужно кончики проволоки немножечко согнуть чтобы нам удобнее было закреплять лепесточки закипаем просто в форме петельки вот так каждую проволоку также нужно будет загнуть меня здесь нарезано чуть больше ничего страшного лишнее мы уберем теперь берем тейп ленту отрезаем небольшой кусок складываем ленточку пополам и еще раз и нарезаем ее три раза точнее два раза на три ленточки далее берем супер клей подкладываем небольшой листик бумаги чтобы не капать на стол берем проволоку наносим на петелечку небольшую капельку клея чтобы закрепить тейп ленту и начинаем наматывать немножко растянув эту тейп ленту наматываем аккуратненько по диагонали и на тейп ленту и на тейп ленту ну что наши заготовочки готовы берем стебелечек на который мы намотали тейп ленту берем одной заготовочек раскрываем ее не так то это просто потому что она очень маленькая но мы пытаемся и наконец-то это делаем она раскрыта и кончиком протыкаем серединку и нанизываем лепестки теперь нужно сделать следующее нанести клей на вот эту самую серединку и потом зажать пальчиками чтобы лепестки плотно обхватили эту петельку таким образом они закроют ее аккуратненько чтобы не сорвать и плотно сжимаем держим пару секунд смотрим если не хватило клея наносим еще не перебарщивать главное все держим пока не схватится клей вот такая должна получиться у нас серединочка проволоку не видно продолжаем дальше то же самое делаем с остальными чашелистиками раскрываем прокалываем серединку и нанизываем на основании наносим немножко клея сильно можно уже не прижимать чтобы лепесточки постепенно раскрывались итак нанизываем 8 чашелистиков если вам покажется что это недостаточно можно нанизать еще несколько чтобы цветочек был более пышный если же вы хотите сделать его более закрытым то можно сделать меньше вот такой у нас получился цветочек но у него не хватает еще подклейки он довольно пышный я считаю что в принципе этого хватит если же вы считаете что хотите более пышный цветочек можете добавить еще пару чашелистиков итак берем подклеечку опять таки протыкаем серединку наносим на основание немножечко клея самую капельку и прикрываем чашелистиком вот такой цветочек маленький аккуратненький сейчас делаем еще несколько таких же ну это готова наша гипсофила я пока что не собираю ее ни в какой букетик я использую ее потом в какой-нибудь композиции в сочетании с другими цветами так вот о чем я надеюсь гипсофила вам понравилась тема была раскрыта если вы что-то имеете дополнительно к этой теме пожалуйста напишите мне об этом оставьте свои комментарии и снимочки и того что у вас получилось мне будет очень интересно мы как всегда всех люблю целую спокойной ночи но мне кстати ночь да вот в общем всем рада все подписывайтесь ставьте мне лайки ну я же стараюсь в общем всем пока пока